Приветствую всех, друзья! Здравствуйте и добро пожаловать на канал Аранкратаса! И мы продолжаем играть в Дэк Вэри! Уже фиг знает какой выпуск, в общем-то... Всё становится всё жарче и жарче с каждым разом. И пока мы умудрились сохранить всех персонажей в живых. Мы сумели спасти губастую, то бишь Эмму, которая оказалась в домике на дереве. И это было очень близко и опасно. Мы также сумели спастись от охотников, которые пытались преследовать трёх наших персонажей. Это азиатка, то бишь Кейтлин, Дизарта, то бишь Ник и Эбби. Ну, Эбби она и Эбби, да, рыжая, вы сами это знаете. Джейкоб остался один, то бишь Кепкач, пошёл искать Эмму, непонятно, что с ним стало. Ну и, конечно, Райан и Дилан, они пошли к радиостанции смотреть, что там можно предпринять. Погнали смотреть, что будет, друзья. Я готов. И самое время начать. А, вот как раз мы играем за Райана и Дилана. Также, я напомню, что в одном из видений, которые дала нам старуха, мы отрубаем руку Дилана. То есть, за Райаном мы берём бензопилу и отрубаем руку Дилана. И, конечно, не хотелось бы до этого доводить, чтобы отрубать руку Дилана. Так что, давайте лучше стараться этого не доводить. Это настоящая радиостанция, но она, типа, такой и осталась, но сейчас никто больше не слушает радио. Да. Так странно, раньше были... Ага, ну, пожалуйста. Видите, за нами уже следят. Ну, а теперь у нас это есть в телефоне, но мистер Хэккер... Нельзя было просто... Вот, вместо того, чтобы идти радио искать какое-то, нельзя просто дождаться утра. А, уж никто до утра мог бы дотерпеть, нет? Там же вроде раны несерьёзные. До утра бы дотерпели и ушли. Зачем вот куда-то идти? Нас не отвлекали технологии. Технологии... Это дар и проклятие. А, это та сила, да? Которую дают... Технологии. Ты про радио? Нет, про диджейство. Ну, или... Я бы мог назад пойти, но я не буду этого делать. Ну, я люблю музыку, но... А, вот и он. Я буду... Квантовую физику. О-о-о. Там нечего изучать, брат, нам даже ничего не известно про неё. Прости что? Да. А, ты совсем не похож... на учёного. Да, но то есть, в смысле, не здесь. Что? Эй, что такое? Блин, ну и куда мы идём? А, это же... Это же лагерь. Наш лагерь. Изначально. Ага. Остряк-самоучка? Ну, маразматик. Ну, это грубовато, но... Нет. Окей. Ну, может, я сначала нервничал, когда приехал в этой незнакомой обстановке, поэтому много шутил, даже слишком много. А-а-а-а. Я привык к нему. Посмотри. Да, всем вроде... Понравился этот искушённый Дилан. По-моему, никому не... Почему такой Дилан нравится? Ну, типа да, всё круто, нормас. Нормас, ага. Эм, мне нравится просто Дилан. Что ж, я рад знакомству просто Дилан. Я просто Райан. Будьте всегда самим собой, ребята. Я считаю свалить отсюда, Райан. Это приблизит вас на один шаг к гармонии, которую нужно найти всем. И тогда вы обретёте смысл жизни. Так. Будем искать карты, друзья? Может, нафиг эти карты искать? Может, пойдём... Пойдём... Ладно, я просто не хочу разделяться, друзья. Вон там что-то есть. Не уходи далеко, слышишь? Что это? Бумага. Будет чем подтерес... Ааа, найдена улика. Так, стоп, что это? Крис Хекет оставил записку медсестре лагеря, в которой предложил ей уехать на день раньше. Довольно безответственно. Учитывая, что дети всё ещё были здесь. Дааа... Мистер Икс, он вообще... Почему сестра Келли уехала? Где Мистер Икс? Его не видно. Зачем они позвали самого дорогого актёра... в эту игру и... всего лишь на несколько минут его показали. Это странно. Вот в Little Hope дорогого актёра использовали как надо. Дали ему главную роль. По полной его заюзали. Сделали его шизанутым. Аааа! Я понял! Я сваливаю отсюда! Я сваливаю отсюда! Жопу! 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 Держимся вместе! Ладно, в жопу я не пойду туда один, друзья! Нафиг! Игра дала понять, что туда идти... одному это... тупо! Эй! Ты решил здесь присесть? Следы от когтей. Большие неровные следы от когтей на стене радиорубки. Три раза челкнул. Отшельник. Карта найдена. Отшельник. Перед нами отшельник. Карта, что означает изоляцию, одиночество. Но и раздумья тоже. Возможно, поразмыслив немного, отшельник все-таки выведет тебя на безопасную тропу. Но это зависит от твоих действий и только. Ну, понятно, блин. На безопасную тропу. Это же не похоже на следы от... медведя. Хотя, я не знаю. Все норм. Не уверенность. Я быстро... Уверенность. Порядок. Порядок. Не, нафиг. Я не хочу. Не хочу идти туда один. Не хочу. Че он улыбается так, а? Бензопила! Черт! Не рубите мне руку! Когда я приезжал сюда в детстве, тут все еле чихало. Рубка простаивала годами, и у меня ушла куча времени, чтобы все тут убрать и заставить работать. Мне жаль, если ты разочарован. Но я вгрохал в этом много сил. Вот, блин, мясо начинается. Руку, руку, храни руку, руку. А отсюда можно что-то взять? Бери. Инструменты? Нет. Мистер Ухэ негде было их хранить, и поэтому он разрешил расчистить станцию. Так, окей. Ясно. Видели? Видели в окне? Какой тут сигнал? Я видел. О, эм, радиорубка нужна только для трансляции на территории лагеря. Простые штуки. Объявления и все такое. Радиус где-то... Миля. Миля? Вряд ли это поможет. Откуда ты про это знаешь? Пренебрежение, вряд ли это поможет. Вряд ли это чем-то нам поможет. Ты недооцениваешь силу технологий. А, ты зовешь это технологией? Да, ты прав. Это скорее магия. Слышите, да? Магия технологий. Оно может стать как оружием, так и проклятием. Помните? Как даром, так и проклятием. То есть... Это же то, что как раз у нас было. Маг. Ловкость рук. Вот он есть, вот его нет. Моргни и пропустишь, а пропускать не стоит. Давайте подумаем еще раз. Это магия. Это магия. В таинстве магическое искусство, ловкость рук. Вот он есть, вот его нет. моргни и пропустишь а пропускать не стоит пропускать не стоит моргать пропустишь моргать нельзя окей значит если нужно врубить радио лучше его сделать ты у нас еще и волшебник в некотором смысле да ok так короче эту штуку надо слегка подстегнуть и смотри что у меня есть вообще-то усилитель сигнала выглядит не очень попробуем блин игра видите какие как словами манипулирует круто не двусторонние так что мы что-то скажем но дальше придется переключиться на прием или ждать отправит ли кто-нибудь ответ это конечно маловероятно делаем делаем не пропускаем лучше чем ничего так и что мне сказать лишь бы звучало убедительно окей это не особо убедительно и тут было жуткое происшествие атака все очень плохо здесь помогите нам у нас тут рой медведей и они повсюду а еще охотники и они стреляют в медведей но еще и в нас и это херово наши друзья ранены и нам очень нужна помощь так что вот как-то он странно это говорит медведи и мы не знаем что делать прошу вас выручайте сос это супер срочно спасите нас пожалуйста если вы слышите помогите это было ужасно братан ну как прости рой медведей до косяк медведей косяк же вроде у птиц какая разница ладно теперь надо переключиться на прием и подождать будет не ответ хорошо ты займись этим а я осмотрюсь сраная бензопила только не она только не это осмотрюсь что осмотреться что ты увидел не подходи к окну твою мать ты видишь это ну ты же видишь это ты же это видишь ну ты же это видишь что он он про коттедж а это биби биби били это охотники охотники возможно они не про нас это точно про нас это точно про нас спокойно охотники помогут или нет или да блин погнали пошел жопу агрессия пошел я не был уверен я я не был уверен чувак блять что это было без понятия это фигня какая-то окей все дверь закрыта блин это деревянная дверь я ее вышибу ногой отвечаю только руку не потеряю руки в карман руки в карман это медведь ты че дурак какой медведь ты вообще блин так окей ладно не стреляй ты дурак не смей этого делать пока он не в комнате не стреляй не смей этого делать я не сломаю эту крышу крыша прочнее любой двери это это учеными доказано что это было кто это руку руку убери что кейтлин и беник я их вижу вот черт и идут к нам надо их предупредить по громкой связи по громкой да давай скажем им спрятаться давай 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 спокойно спокойно возьми себя в руки держи кнопку давай кейтлин быстро бегите в здание не ходите сюда у радиорубки животное срочно срочно в укрытие бегом быстро в укрытие молодцы хорошо мы их спасли готовы они услышали животное животное не похоже это на животное пути обновлен окей блин я аж руки потеют страшно страшно за героев и задела на его руку что мы можем сделать убьем его агрессия чины отчаяния убьем его вы это необычное животное вряд ли ружье да это ты правильно говоришь ты более двухствольная есть еще идеи бензопила бензопила ну если у него слух как у собаки типа можно мы можем врубить зацикленный высокочастотный звук и оглушить его да жутко больно но давай ладно вперед врубай звук врубай давай 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 ну давай давай врубай звук окей надо врубать звук это его оглушит они реально они хорошо слышат а некоторые из них даже хорошо видят потому что спрей сработал неотложенность скорее успокойся главное спокойствие спокойствие успокойся эй дилан ну успокойся ты справишься ладно давай 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 спокойно чувак главное спокойно никогда не спешите все нормально все нормально крыша крыша прочнее любой двери он вырвал провод я прикрою давай как он это сделал ну ну уже скорее эй руку руку не сует туда руку неееет ааааааааа все минус рука рубим да друзья бензопила бензопила давай ладно режь руку ты только держись ужас ты только держись держись в магии говорилось давай бензопила давай моргни и пропустишь а пропускать не стоит значит надо рубить друзья надо рубить моргни и пропустишь пропускать не стоит раз сказали не стоит значит значит отрубим ребята извините ничего протести купим нормальный братан плавку углепластиковый будешь просто наяривать двумя руками все как обычно давай-давай держись все нормально руку новую при при собачьем так все убежал сработало найс отлично мы живы да рука минус но мы живы мы живы получилось чувак ты крут да он такой руби руби не нормально такой рожь блин руку жалко братан а че у тебя кровотечения нету бин бинт 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 безопасно неуверенность мы слышали охотников по радио что поймали сигнал рации они знают что мы тут сообщение отправили его могли не услышать окей все все здесь да все в строю что джейкоба не хватает м и что она это пират и господи нет ну типа того кейтлин где ружье потеряла нам один из соседей заглянул а кто там это это м она она теперь ник фьюри что пойдем за ней это губастая этого не может быть друзья я за нее играл она она была с двумя глазами все было 2 2 глаза 2 сиськи все было трус чей-чей труп ну вроде не наш а может это кепкач кепкач же голый был подожди кто это джейкоб не вряд ли подожди а сфигали я не знаю кто это друзья вот мясо ребята вот мясо жесть просто окей ладно ладно старуха я одну карту нашел нормально а мир был избавлен от одной из твари а тварь убили какую-то хорошо посмотрим еще хорошо одну тварь убили отшельник перед нами отшельник карта что означает изоляция джейкоба да это он раздумья тоже возможно размыслив немного отшельник все таки поразмыслив а значит надо подумать да за кепкача от твоих действий но как узнать как узнать какие действия правильные а какие нет я хочу показать больше ты не против нет не против показывай потому что вот это помогает это помогает давай вот я насчет бензопилы узнал капкан капкан кто это был кто это мы с мистер x был мы все так часто беспокоимся о будущем что забываем о тайнах которые лежат в прошлом задумайся об этом тайны которые лежат в прошлом вспоминаем пролог вспоминаем того копа который нас прологи убил помните и это и есть прошлое это же она про это говорит вот давайте посмотрим еще раз так капкан и на его лицо смотри да это это он посмотрите на его лицо это тот парень из пролога верно или или нет он похож он похож нет или это мистер x блин у меня у меня еще и плохая память на лица но если бы я вспоминал но вроде ему нельзя доверять друзья посмотрите на него какой-то скользкий но я бы ему не доверял я здесь я никуда не ухожу мы здесь вот полина все сложнее и сложнее все больше мяса и больше так джейкоб да вот и кепкач он остался один и и глава шесть молитва перед сном вот куда ты один пошел а мать чувак чёрт старуха да блин твою же мать джейкоб а м это ты не это не она она уже спаслась братан так окей поднимаемся по лестнице немного поразмыслив вы найдете правильную тропу хорошо будем будем думать перед тем как куда-то идти но будет это все зависеть от твоих действий также не забываем прошлое прошлое не забыто тут лучше не нырять ну да здесь мелко ну да здесь мелко так здесь что интерактив какой-то блин херово дело вот дерьмо не понял очень много троп что за камера камера что на ней хой тема хой тема хой тема она работает карта памяти доказательства из грязной сломанной камеры которая валялась в лесу в лесу хорошо карта памяти доказательства вдруг на ней что есть а куда ты ее спрятал братан хой тема я буду честен я эту камеру даже не сразу заметил так спускаемся немного поразмыслив найдете правильную дорогу правильный путь ничего не видно друзья все темно я не знаю каково вам вам вообще наверное темно но ничего мы их был бы я сейчас играл бы я сейчас за райна да это темнота только в плюс она мне помогает старуха мне помогает или наоборот мешает здесь кто то есть да блять эмма да чтоб тебя жесть ты меня пугаешь не может быть облегчение испуг охренеть я так рад видеть тебя ты че делаешь блин эмма ты че жесть ты че творишь что это происходит я не знаю там какой-то медведь напал на ника и это не и на меня но это был точно не медведь что что кто где как как я просто что рад что ты цела да но чудом монстр который на меня напал был кто о чем ты эмма у меня есть доказательства я сфоткал его из фильма ужасов ладно ну это наверное был нет у меня есть доказательства покажи фотку ты прекрасно знаешь что это не медведь нет ты права права а еще эти сраные охотники буквально на каждом шагу все очень круто это их рук дело нет только крови да но это не моя да тот еще запашок без обид какой запашок блин покажи эту фотографию ему он не верит надо валить из этого леса алло а серьезно что ли знаешь джейкоб ты не обязан всегда вести себя как мудак ты ведешь себя так эй я пытаюсь нас спасти эй я пытаюсь нас спасти я и сама неплохо справляюсь что не нужно меня спасать я тебя спас падать в обморок ногам рыцаря в сияющих доспехах и еще я не удивлюсь если ты сам все это подстроил ты дура у тебя что бежим 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 run беги за мужиком с волосатой спиной давай это не медведь братан ты видишь господи что это за срань прости ее же не надо спасать она сама сказала чёрт 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 спрятаться бежим спрятаться бежать спрятаться бежать бежать я не люблю прятаться я не люблю пропниц убежим давай капкан 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 2 капкана тихо он придет сейчас дернуть открыть перед нами отшеник карта что означает изоляцию но и раздумья тоже возможно поразмыслив немного отшеник все-таки выведет тебя на безопасную трубу но это зависит от твоих действий только посмотрите внимательно на видение посмотрите еще раз друзья на на лицо джейкоба капканом его съела просто посмотрите его убила его убила то есть я сейчас могу спокойно сдохнуть да и чуть делать дергнуть дернуть ногу пытаться окей этот парень явно противник наш посмотрите он явно наш противник что жать открыть дернуть открыть дернуть это разве не одно и то же скажите мне открыть и дернуть открыть и дернуть И что мне нажимать? Я не понимаю Дернуть, наверное, типа с капканом Пытаться убежать Но это плохая идея С капканом ты не убежишь А открыть, дернуть Что значит дернуть? Я до сих пор не понимаю Дернуть Дернуть, наверное, ногу, да? Дернуть ногу, но это плохая идея Друзья, без ноги мы Просто как никто Давайте Ну правда, если я дерну, что это будет? Это медвежий капкан Там даже медведь, если дернет ногой, ничего не будет Давайте попытаемся открыть руками Руками попытаемся открыть Да, я не знаю Медвежий капкан открывается руками или нет Но попытаемся Сука Сука Не получилось Окей Подумай Ауч Ауч Путь обновлен Я не умер Я не умер Он меня ударил прикладом Окей Я живой По-моему, я выбрал правильный путь Да, если бы я дернул Возможно, мое лицо оказалось бы в капкане Так, это что? Да кто это? Эта женщина? Она заодно с охотниками? Не думаю Ты как? Надо что-то Благоразумевать Надо что-то сделать Надо Что делать? Ничего Она мертва В смысле С телом Пока Подождите Да сейчас Не до тела Наверное Это Кейли Хэкетт Дочь мистера Хэ? Кейли А, Кейли Кейли и Макс Да, вот эти двое Мистер Хэкетт Бедняжка Ник Ты так пахнешь Он превращается в оборотня Мешаться С твоим Ой-ой-ой Он в сумерки превращается Нет Бою мать Все, ему хана Походу Ника никак не спасти Друзья Так Мешаться Что? Что за Срань Он приставал Нет Чем Спокой Тебе Помочь Нику А как Ему Помочь Держу Что случилось Что я натворила Ты ничего Он тебя бы съел Я Не знаю Он замерз Ладно Идем в раздевалку Согреем его Мать его Не В дизарту Плохо Походу Походу Ему конец Нет Вроде Ника Уже не спасти Ребята Это уже сюжетно Бывает такое Что сюжетно Один персонаж Умирает всегда Кажется Это Ник Блин Так было И в House of Ashes Медика Она тоже Ее было Не спасти Хотя я пытался Хватит Дергаться Рано Вроде Чистая Крови Нет Но тебе Бык Врачу А пришить Руку Нельзя Наверное Это Не вас Надо Спрашивать Что было В медпункте Молись Чтоб мы Нашли Врача Пока Они Действуют Нам Надо Фиксировать Все Что тут Происходит Для Копов Да У них Будут Вопросы Про труп В бассейне Полегче Нужны Фотки Всего Подряд У меня Такое Чувство Что Копы Нам В жизни Не Поверят Если У нас Не Будет Доказательств Хорошо Если Есть Телефоны Вы Что-то Видите Фоткайте Или Снимайте Видос Ну Да Это Правильно Ребята В Америке Так Здесь Лучше Все Фоткать Здесь Доказательства Это Все Друзья Так Найдешь Что-то 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 Найти Что Так А где Калеб Найдена Улика Фрагмент Найдшей Истории Лагеря Юный Райан Проводит Время С детьми Криса Хекета Калебом И Кейли Калеб И Кейли Ну Кейли Мы нашли Осталось Найти Калеба Да Я думаю Где-то Недалеко Друзья Может В подвале Кстати Не забывайте Про подвал Помните Лестница Все еще Сломана Мы ее Сломали В начале Игры Поэтому Жуткий Рисунок Среди Множества Забытых Вещей Можно найти На бросах Женщины Улика Ну в принципе Телефон Есть У У этой У У губастой Что за Что за Пустая Комната Что Что за Что за Пустая Комната Тут Ничего Не было Тут Ничего Не было А тут Что Нифига Нет Пустые Комнаты Потому Что это Душевые Да Это вроде Душевые Друзья Давайте Я в каждую Душевую Зайду Может Что-то Найдем О Луна Хорошо Луна Это отлично Луна Как уместно Именно этой ночью Взять свой страх и волнение Обратить их в интуицию Если сумеешь Спланируешься Наперед Это может Спасти тебе Жизнь Это хорошо Неплохая Карта Дадим Старухе Подержать Нет Здесь Тоже Ничего Нет И она Смотрит Наверх Жутко Так Ладно И еще Одна Кабина Тоже Пустая Единственная Кабина Была С карточкой Больше Здесь Ничего Нет Смотрим Еще Что тут Есть С ними Интрактировать Нельзя Заходим В туалет В туалете Ничего Нет Второй Второй Туалет Второй Туалет Тоже Пустой Еще И темный Третий Туалет Ну да Я шастаю По туалетам Друзья А что Вы хотели Это Это нормально И здесь Ни черта Нет Я ни черта Не вижу Друзья Вообще Абсолютно Ничего Все Здесь Тоже Ничего Нет Я даже Запутался Куда Идти Давайте Интерактируемся Ником Дадим ему Согреться Спасибо Не Нику Как Походу Хана Он Превращается В Одного Из них Его Уже Не спасти С этим Парнем Что-то Не Так Ему Хреново Видели Как он Психанул Там В Воде Да Он Был Как Как Рыба На Берегу Да Я Заметила Кое Что Когда Промывала Его Раны В Коттедже Ты о чем Он был Весь В крови Но я Не нашла Следов Укуса Или Ран Ничего А он Все Крутился Как будто Не хотел Чтобы Я Смотрела Бешенство Что-то Типа Такого Бросается Эбби С тобой Поспорит Да Вроде Аквафобия Симптом Бешенства Гидрофобия Да Да Это Вроде Бы Страх Пить Жидкость А не Намокнуть А он Был Как Мой Кот Ванне Да Лучше К нему Не подходить Эбби Да Можно вопрос Нет Пошел В жопу Конечно Пошел В жопу Пошел В жопу Я тебе Нравлюсь Нет Ладно Мне очень нравится Общаться с тобой Агрессия Не знаю Что с тобой Присходит Спокойствие Спокойствие Окей Не будем Его агрессировать Потому что Я не хочу Чтобы он Что Ты не хочешь Отвечать Да Хочу я Отвечать Что Я хочу Тебя Спросить Ты же Уже Спросил Два раза Он хочет Спросить Ребята Прикинь Давай Что Что Кто тебе Сказал Ты мне Нравишься Сочувствие Ты другой Опасение В смысле Ты другой Вообще Он тебе Нравится Ты забыла Это То что Он заболел Ну Вылечи его Окей Ник Ник Нравишься Правда Нет Нет Я тебе Совсем Не нравлюсь Ты чего Ник вам не верит Я и говорю Правду Боже Вот же Мне везет Ты стал Другой Что Ты не шибко Умная Да Дурочка Эбби Что Эй Пошла Отсюда Вау Нифига Ты чего Такой Сильный Твою Мать Охренеть Он Стал Супергероем То есть То есть Мутантом То есть Фиг Зачем Оборотень Хэнкок Черт Пошел Отсюда Ребята Его Не спасти Ну что Ребята Завалим Дезарт Я не знаю Но он уже Обратился Друзья Он обратился Его не спасти Я Задача Задача Защитит Вы смотрите Задача Стоит Вам не видно Моя Вебка Загораживает Но задача Защититься Моя Или нет? Он обращается. Дай пушку не роняй! Блин, надо было стрелять. Бери пушку, пушку, пушку. Ну что? Пушку. Ой, ехать. Ну здравствуй. Все, минусник. И минус Эбби. Все, на. Все. Минус 2. Ой, жестко. Надо было стрелять. Ну, ребята, я не виноват. Кто роняет пушку? Вот скажите мне, пушку кто роняет? Вот ты целишься. Пушка у тебя на руках. Ты видишь какую-то срань? Ты же не будешь пушку ронять. Ну это последнее, что ты сделаешь. Просто отпустишь пушку и будешь кричать нет. Ну, значит, это так задумано, друзья. Ну, камон. Не надо меня здесь винеть. Это... Пушка там. Да, жестко. Уф. Эбигейла погибла. Хотите попытаться спасти ее оставшиеся жизни 3? Че это можно сделать? Ну, это как-то читерские. Ну, всего 3 жизни, подумайте. Ну, мне кажется... Ну, вообще-то давайте спасем. Ну, нечестно было. Разработчик нас кинул. Ну, я плани... Я не планировал пушку отпускать. Я планировал целиться и дальше. Но... Почему-то... Почему-то она обронила пушку. Как будто разработчик так и хотел. Разработчик подставил нас. Если по-чесноку, здесь нашей ошибки нет. Если по-чесноку, это не ошибка. То есть, если бы меня убили условно, я промахнулся? Да. Тогда ладно, я бы нажал отмену. Но здесь просто нелогично было. Просто нелогично. Давайте используем эту жизнь. Ну, нечестно реально было. Используем жизнь. Реально было нечестно. Это было, ну, некрасиво с их стороны делать так, что... Персонаж пушку роняет. В реальной жизни так не бывает. В реальной жизни ты от страха эту пушку... Ты за нее просто возьмешься, как я не знаю кто. Понимаете? Стой, Эбби! Эбби, ты цела? Охренеть. А эти тем более встали тоже. Взяла пушку, вот. А потом обронила. Ну, так нельзя делать, друзья. Давайте еще раз. Может, карточку надо было собрать. По-моему, ничего не поменялось, друзья. Пушку ты обратно. Ну, по-моему, сейчас то же самое будет. И что поменялось? А в чем разница? В чем разница, я выстрелил из дробовика или нет? Абсолютно разницы нет. Он все равно мутировал в это не пойми что и ушел. В чем разница? Это вообще нелогично. Ребята, ну, камон. Что поменялось-то, что я выстрелил ему в плечо? Он просто испугался моего дробовика, который я уронил, а в тот раз-то он не боялся. Не, ребята, это хватит мне. Я уже нервничать начинаю от нелогичности некоторых действий. Ну, да, я понимаю, клишированные, все бывает клишировано, но это было уже, ну, во всех частях. Это было в House of Facies тоже. Ну, сколько можно? Нужно больше логики добавить. Сначала роняешь дробовик, и из-за этого тебя убивают. Окей. Потом ты решаешься все-таки выстрелить и понимаешь, что от выстрела ничего не меняется, кроме как скриптов, которые заранее запланировал разработчик. Но в любом случае у нас еще есть две жизни. Я про эти жизни не знал абсолютно. Я думал, Эбби уже мертва. Но у нас пока что мертв только Ник, ребята. Ник умер. И я уверен на все 99%, что Ника спасти было нельзя. Минус один у нас, к сожалению, пока что. Но что есть, то есть. А пока что, ребята, прощаемся на этом. Ставки накалены просто. Ну, ставки повышены очень сильно. Ситуация накалена. У нас один труп. Было бы два. Но все-таки я использовал одну жизнь, потому что было несправедливо. И мы увидимся совсем скоро. Я вам уже надоел. Давайте, не скучайте, не болейте. И всем пока-пока, ребята. Не забывайте, плейлист в описании с полным прохождением The Query. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok